всем привет сегодня сделаем вот такую анимацию то есть это такие скривленные искаженные шумовые линии полосы можно называть как угодно через которые прокатываются шары и вместе пересечения с полосами собственно шарами эти полосы просаживаются вниз вот все достаточно просто но смотрится довольно интересно мы разберем много принципов на основе которых вы можете сделать что-то свое здесь будет и soft body симуляции rigid body симуляции конечно же геоноды так что я думаю будет интересно на этот туториал мне вдохновил довольно популярный видеоролик по cinema 4d где делают подобную анимацию я подумал а почему бы не воспроизвести такой же в блендере тем более что подобных туториалов по блендеру я не находил так что заполним этот пробел и давайте сразу начнем и так для начала как я уже говорил мы создадим soft body симуляцию почему мы будем делать именно на основе soft body при всей моей нелюбви к этому солвера только он в блендере умеет работать лишь с этжами то есть без фейсов да тот же класс который очень классный солвер он требует чтобы были фейсы вот а только с этжами как в данном случае умеет работать только soft body поэтому делать будем на его основе но он имеет ряд недостатков во первых он дико тормозной речь о том чтобы переписать его с на форуме разработчиков блендера существует уже давно все никак не перепишут потом он требует доступа к оригинальной геометрии это значит что если мы например вот на этот plane поставим пусть даже subdivision surface и попробуем soft body перетащить вниз все он ругается он требует все время быть первым в стеке модификаторов это значит что вот так просто соорудить линии в геонодах и потом накинуть soft body не получится придется все перед soft body применять ну что ж учитывая все эти недостатки все равно он свое дело делает так что давайте начнем пока что я его уберу и так же как в том туториале по cinema 4d мы сделаем сейчас такую конструкцию из коллиженов то есть объектов преград препятствий между которыми будет наша симуляция происходить наша задача сделать так чтобы возникли а линия искаженные и симуляция нужна для того чтобы не было взаимопересечения этих линий чтобы одна линия на другую не перескакивала для этого мы делаем что-то вроде таких тисков ставим коллижен дублируем plane по оси z и методом научного тыка я понял что верхний коллижен должен быть параллепипедом то есть если он остается пленом то начинаются перескоки пересечения и так далее поэтому я его немножко экструдирую и чтобы нас не отвлекал в упор дисплей ставим bounce так он скопировал коллижен замечательно вот у нас такая конструкция давайте я расширю сделаю вторую область вот в ортогональном режиме спереди чтобы мы видели что происходит значит нас два коллижена и теперь создаем куб и переносимся в геоноды здесь создаем новое древо куб удаляем и сейчас мы будем делать сетку из полосок таких линий создаем меж примитив line ставим метод распределения n points так гораздо удобнее подключим его и пусть он будет по оси x с одного допустим до плюс одного мало растягиваем нашу полосу так примерно и вот примерно так и теперь нам надо ее расклонировать поэтому переставляем наш mesh line в инстанции создаем еще один mesh line и его уже пускаем в points и выбираем также метод распределения and points и ставим уже на этот раз оси y от минус восьми примерно чтобы заполнить наш собственно plane коллайдер добавляем побольше соответственно наших линий и здесь два важных момента во-первых нам нужно подобрать количество полос разумное какое-то чем плотнее эта сетка чем больше полос тем соответственно красивее и сложнее будет выглядеть симуляция но учитываете опять же soft body что это жутко дико тормозной solver и со слишком большим количеством полос просто получите один кадр в минуту просчета поэтому давайте поставим 70 это первый шаг и дальше нам нужно понять сколько же у нас вертексов на каждой полосе для этого ставим но доме что points и их соединим с нашими инстанциями вот видим что на каждой полосе у нас 10 вертексов и добавлю добиваем количество увеличиваем тоже разумно чем плотнее сетка соответственно тем опять же все будет интереснее красивее но главное не переборщить в любом случае в конце мы накинем subdivision серфис чтобы загладить неровности углы и как я уже говорил мы не можем прямо сейчас накинуть soft body так это работать не будет к сожалению нам придется применять модификатор джо метри notes прежде чем его применять надо обязательно ставить ноду реала из инстанций иначе все пропадет и давайте его просто забыкапим shift назовем это backup чтобы в случае чего он могли вернуться что-то изменить и скроем его а этот модификатор смело применяем control а вижу джо метритум эш вот у нас получились такие замечательные полосы ну что ж смело ставим soft body убираем галочку гол это вообще достаточно странная специфическая опция которая нужна в очень редких симуляциях почему она все время включена по умолчанию непонятно а вот эти две галочки обязательно должны быть включены edge self-collision и все в коллижене самое главное для нас настройка будет ball сайз то есть размер шарика то есть это такая виртуальная область отступ которую этот solver как бы отступает от каждого edge поэтому оставляем пока по умолчанию но мы будем ее накручивать жмем play вот видим уже что процесс пошел наши полосы упали на plane давайте чтобы они не прям так сильно падли мы их поменьше вот так вот сдвинем пониже но видим до что производительность конечно оставляет желать лучшего 2 кадра в секунду но суть ясна создаем первое силовое поле конечно же турбуленс вообще очень классное силовое поле который позволяет делать очень красивые вещи буквально в пару кликов и ставим силу сразу побольше 20 и размер начнем с 5 вот уже видим что процесс пошел и сразу хочется увеличить наши коллайдеры плейные потому что явно наши полосы будут выбегать за его пределы верхний и нижний так пробуем видим что есть некоторые пересечения это потому что нужно поплотнее сделать наши вот эти тисочки проверяем вот замечательно для основы неплохо теперь я поставлю еще один турбуленс и по химичу с настройками фолов довольно редко используемые настройки но позволяют сделать очень интересные эффекты сейчас жмем альцет режим рентгена чтобы насквозь видеть и можем внимательно посмотреть на вот этот круг появившийся это собственно радиус действия нашего силового поля это вторая турбулентность которая будет действовать только в центре давайте ее поставим прям сильную и размер ну пусть будет также ноль проверяем вот видим что в центре гораздо больше буйства от шумов происходит чем по периметру например чтобы было более наглядно давайте уберем 2 турбулентности поставим водоворот vortex в нем надо аккуратно очень накручивать силу то что он гораздо более сильный давайте двоечку поставим и также поставим фолов и вот по центру сейчас появится прям жесткий водоворот тут как говорится на вкус и цвет просто методом научного тыка выбираем максимально красивый шумовой рисунок водоворот не хочу давайте все таки пусть будет турбулентность сайс побольше и силу 15 пусть тоже в центре будет ну по-моему достаточно неплохо если нас устраивает смело переходим в настройки soft body cash и запекаем жмем бэйк что ж смотрим что получилось он такая простая симуляция запекалась около пяти минут интересный рисунок наверное я бы еще поковырялся но для видео урока этого достаточно можно получить какие-то более красивые результаты но сойдет в случае если ваша система не справляется и ну никак не хочет просчитывать такую сложнейшую симуляцию то для этого мы специально оставляли backup файл и можем отступить на шаг назад то есть вот это смело удалить перейти в backup там например уменьшить количество полос или их плотность вертекса да и опять вот перейти в soft body так далее для этого мы оставляли backup переносимся в геоноды и создаем новое нодовое древо первым делом давайте отмотаем прямо на середину симуляции нам нужно сплющить все это дело по оси z ставим ноду transform и ставим scale z по нулям кстати если наоборот выкрутить scale по оси z то могут получиться даже интересные эффекты видеть то есть они как бы все эти наши полосы вытягиваются наверное из этого тоже можно что-то придумать но я оставляю на нули не дальше преобразую mesh в киров то есть идем mesh между киров и кривую обратно в меж да именно так и ставим в профиль кривой curve line и подбираем ось растяжение нашей кривой вот по игреку в минус получаем уже такие вот красивые ленты давайте чтобы получше был видно я поставлю к вити и тень так получше нуар какой-то прям получается черно-белое кино далее как вы видели в анимации в интро эти полосы появлялись из ниоткуда причем хаотично рэндом на и также рэндом на исчезали это очень легко сделать так как у нас теперь имеется кривые мы можем эти кривые подрезать есть но на trim curve ставим ее сюда вот что у нас получается таким образом они подрезаются от начала и конца равномерно но если поставить ноду utilities random value но дамас и сложить все эти дела то вот мы видим что добавляется хаотичность и рэндомность в их появление и достаточно просто анимировать эти параметры от минус одного прямо здесь ставим ключевой кадр правой кнопкой мыши insert keyframe и допустим на 50 ставим единичку вот если объект выделен и нода выделена у нас появляются на таймлайне наши ключевые кадры смотрим супер я даже на помедленнее сделал 80 примерный кадр и точно также ее соберем в кант ближе к концу от нуля и до единички вот видим что кривая появляется хаотично существует какое-то время и также примерно собирается и таким образом мы получаем луп зацикленную анимацию то же самое что было в интро дальше можно в самом конце поставим subdivision серфис я сейчас продемонстрирую чтобы вы не пугали что все такое рубленное все будет очень гладко и шелковисто вот также мы поставим solidify чтобы утолщить все это дело бэвил но это все в конце далее чтобы еще покрасивее было я хочу чтобы верхние края как бы вверх в верхушке вот этих всех кривых тоже были волнистые для этого ставим ноду set position ставим шумовую текстуру но из текстур если вы спрашиваете как я так быстро ищу я жму shift а и дальше с что переносит нас сразу в search shift а с и можно сразу писать название ноды но чтобы вам было понятнее все текстуры в разделе текстурс но из чекчур ставим 4d потому что нам понадобится параметр w дальше ставим вектор масс векторную математику посылаем ее на пози шин создаем ноду собственно пози шин ставим ноду комбайн xyz и подаем фактор но из текстуры в азет и его подключаем уже в математику так вот мы видим что что-то уже происходит давайте уменьшим scale и увеличим через математику умножением собственно силу так уже вот что-то интересненькое есть теперь наша задача просто напросто ограничить вот этот дисплей столько верхней частью вот сейчас мы легко и сделаем потому что на ноде set position есть selection для этого мы просто создаем ноду сепарейт xyz подаем пози шин вектор и z в selection все далее что было еще красивее мы анимируем параметр w для этого создаю ноду с центом то есть информация кадре и фрейм подаю в w смотрим но сейчас все слишком буйно ставим еще одну математику мультиплей умножаем например на одну десятую ну вот уже что-то давайте посмотрим с точки зрения камеры как все это выглядит скроем наш верхний объект и перейдем в рендер что у нас тут получается плейну нижним я поставлю что-то покрасивее допустим так нашим полосам тоже что-нибудь чисто для примера потому что материалами всегда надо заниматься в самом конце интересно получается вот уже что то есть так мы видим что хаотично появляются наши полосы переливаются всячески и также рендом на ней исчезают считаю что с полосами мы более-менее закончили теперь создаем шары я создам шары через геоноды дальше применю их и переведу все их в ridged body потому что я хочу чтобы эти шары катились на шарах будут разные материалы я хочу чтобы было видно что они именно как катятся это проще всего сделать именно через ridged body поэтому я ставлю на нижний plane ridged body passive создаю куб новые нодовое древо удаляю куб создаю mesh primitive grid увеличу этот grid подвину как мне удобно это будет место зарождения наших шаров ставлю ноду point distribute point on faces в режиме poison disk poison disk это тип распределения который позволяет исключить взаимопересечения вот мы видим увеличивая радиус и создаем ноду instance on points и айко сферу mesh айко сферу включаем побольше subdivision теперь я хочу чтобы эти айко сферы были разного размера ставим ноду instances scale instances поставлю здесь радиус пока что метр так будет проще создаю ноду уже нам известную random value подаю ее в scale и центр в минус 1 вот таким образом все наши айко сферы скелятся от своего начала рандомизм чуть-чуть поменьше сделаем и смотрим чтобы не было пересечений но и так явно много слишком слишком много айко сфер все меняет устраивает ставлю ноду realize instances применяю модификатор жму таб выделить все и разделить по отдельным частям в объектный режим м новая коллекция объекты дальше object set origin origin to geometry вот и таким образом у нас каждая сфера обретает одессое отдельное как бы положение сцене ставлю 6 мусс и дальше перехожу в объекта rigid body от актив вот таким образом они все получают активная физику твердых тел я хочу чтобы они все катились вот сюда вот в другую часть плейна для этого собственно в другой части плейна я создаю плейн от скейлим у нее побольше повернем по иксу и сделаем такой вот прямоугольничек ставлю ему силовое поле тип форму surface и силу притяжение минус 500 силовом поле типа force отрицательное значение притягивает положительное отталкивает что же давайте проверим play вот видим что шары покатились как-то медленно поэтому flow поставим на максимум ставим минус 2 500 пусть они прям катятся поактивнее его пошли шары замечательно супер вот как раз примерно к середине анимации шары проходят через ленты да мне кажется прямо даже изменять уже ничего не надо посмотрим сейчас я поставлю на камере паспорта вот чтобы он не отвлекал нас так ну вообще шикарно ну и последняя часть анимации я хочу чтобы в местах перетечения с шарами наши ленточки просаживались вниз нет ничего проще вот свежесозданную нашу коллекцию обиджей где находятся наши rigid body сферы я перетаскиваю в нодовое древо лент создаю еще одну ноду set position ставлю у коллекция инфо режиме это лыль и relative чтобы учитывалось их местоположение и давайте запеку rigid body то есть это в настройках цены rigid body world кэш запечь замечательно запеклось теперь могу быстро проматывать таймлайн допустим поставим сюда наши шары и так после коллекция инфо обязательно поставить ноду realize instances иначе ничего не произойдет по умолчанию геонода всегда все импортированное воспринимают как инстанции нам нужна реальная геометрия дальше ставим ноду geometry proximity пускаем и и сюда оставляем режим faces он нам подходит дальше ставим ноду map range задать диапазон здесь будет производиться вся накрутка вся необходимая подаем distance value дальше комбайн xyz подаем в оси z потому что мы хотим изменения положения наших лент по оси z дальше вектор масс и собственную ноду position все это дело соединяем и подаем в позиция вот уже что-то происходит to max значение ставим в 0 и настраиваем просадку поставлю лайнер интерполяцию в помягче кому-нибудь смуз так здесь исключительно на вкус и цвет что называется я хочу чтобы ленты просаживались прямо-то рядом рядом что далеко не не отходили чтобы сохранить как бы всю геометрию по максимуму ну так что ли смотрим из камеры давайте поставим subdivision surface настроим фокус для камеры для этого я поставлю объект пустышку plane axis и пусть камера фокусируется на нем depth of field выбираем эту пустышку по яростней бака смотрим что у нас там на рендере еще по яростней вот прям чтобы совсем так вот мощно размывала чтобы было ощущение макро все шары какие-то белые давайте я сразу накину на них какой-нибудь интересный материал благо в этом поможет мне асет браузер которым я активно пользуюсь чаем про сет браузер наверное сделаю отдельно видео это одна из тех вещей который вот когда освоил думаешь как же раньше без него вообще что-то делал так материал кирпичей пусть будет но для начала нужно создать ювик карту потому что это объект после геонод поэтому ставим юви сфер прожекшен и бета-сфера он замечательно появились уже наши кирпичики и теперь я просто скопирую и ювик карту и материал на все шары замечательно если вы также как я счастливый обладатель свежего блендера альфы 3 и 3 или 32 то знаете что моушенблюр здесь сломан при запеченном ridged body то есть если вы запекли физику все моушенблюра отключаем разработчики знают про этот глюк наверное со временем пофиксят вот что-то уже интересное получается теперь остается поставить solidify и наверное бэвил теперь все будет люто тормозить и можно принципе рендерить ну что ж надеюсь у вас все получилось на этом наша анимация закончена если есть какие-то вопросы смело задавайте здесь комментариях видеоролику или в моем телеграм-канале blender for motion увидимся в следующих видео всем пока